28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи. Каждый день эти люди на передовой. От их самоотверженности и профессионализма зависит здоровье и жизни граждан. С профессиональным праздником медиков поздравил глава региона Игорь Руденя. Он побывал в едином диспетчерском центре Тверской станции скорой помощи, посмотрел, как работает система и пообщался с персоналом. Не зря эту службу называют первичным звеном, ведь скорая помощь на страже здоровья 24 на 7. И при появлении угрозы здоровью или жизни тут же мчит спасать. Скорая помощь – это большой коллектив. Диспетчеры, врачи, фельдшеры, водители. Свой праздник многие из них отмечают на рабочем месте. Как и фельдшер из Вышнего Волочка Анастасия Гринюк. Работать на скорой помощи она пришла 5 лет назад. Я вообще не собиралась в медицину идти, скажем так. Ну, просто вот так на стажировку попала к нам на скорую Вышний Волочок. Тогда Вышневодская была станция. Ну, понравился коллектив, все. И вот так как-то прижилось и осталось. Очень понравилась работа. Работать приходится в разных условиях. Иногда в сельской местности порой приходится ходить пешком туда, куда не проезжает автомобиль. Такая наша работа, говорят медики. Коллеги Анастасии из Твери, педиатрическая бригада, тоже принимает поздравления на рабочем месте. Врач Алексей Кузьмин показывает новый автомобиль, на котором теперь доктора выезжают на помощь к маленьким пациентам. Бригада, обслуживаем весь город и Калининский район. Обеспечено всем необходимым. У нас оборудовано всем необходимым. Тоже у нас есть дефибриллятор. И ЭО-аппаратура вся есть. Полностью необходимы все кислород и все. Поводы для вызова бывают разные. Делятся медики. Давление, температура, травмы. Сколько их будет за сутки, предсказать невозможно. В едином диспетчерском центре принимаются и обрабатываются все звонки. Формируются по приоритетам. Без внимания не остается ни одно сообщение. В службе скорой помощи Тверского региона работает около 2000 сотрудников. Среди них и доктора, и средний медицинский персонал, фельдшеры, медицинские сестры, медицинские регистраторы, санитары. А также огромное количество водителей скорой помощи, которые являются полноправными членами наших бригад. Управленческий персонал, вспомогательный персонал. В общем, все те большие кадры, которые помогают организовать работу экстренной службы. На помощь медикам приходит техника. Каждый год автопарк пополняется новыми, оснащенными всем необходимым автомобилями. Для учебного центра закуплены роботизированные манекены для отработки необходимых манипуляций. В едином диспетчерском центре побывал глава региона, где обсудил ход модернизации системы скорой помощи в регионе. Самое главное в работе скорой медицинской помощи, конечно, это люди. Люди, которые работают, люди, которые оказывают услуги, люди, которые принимают вызовы, люди, которые едут на вызовы. Сегодня мы реализуем программу по модернизации системы скорой медицинской помощи. Это прежде всего материально-техническое обеспечение, это система управления, это система мониторинга, это система обеспечения лекарственными препаратами бригад, которые выезжают на место оказания медицинской помощи. Одной из тем обсуждения стал вопрос объединения региональных отделений СМП под руководством Тверской станции скорой помощи. Мы сейчас еще на половине пути. Когда объединим уже все подстанции, когда вся система скорой помощи заработает, конечно, это уже будет все эффективно работать. Все службы завяжутся в одно управление. И для нашей территории система здравоохранения является скорой помощи ключевой. Взаимосвязь медиков с волонтерами тоже немаловажная тема, отметила Юлия Саранова. Добровольцы уже помогали специалистам в ЕДЦ во время пандемии. Но это направление должно развиваться дальше. Врачи находятся на первой линии. Они всегда первыми приходят на помощь людям. И для нас также важно получать сигналы о тех в удаленных местностях, находящихся пожилых людях, которым, возможно, необходима поддержка, помощь, которую также наши волонтеры в Твери и в области могут оказывать. На встрече с руководством и сотрудниками скорой и неотложной медицинской помощи Игорь Рудени поблагодарил их за работу, пожелал здоровья и терпения в непростой для медиков период.